Всем доброго времени суток. Решил я завести себе быструю флешку, давно приглядывался к 1002 SSD боксам, но все было не то. И тут увидел, какое-то время назад его боксы на S102598 EC, на Amazon стоит 52 фунта, что около 4500 рублей, на него собирали деньги через краудфандинг. Но это было дорого, и как-то спустя некоторое время решил поискать что-то похожее на Али, и вдруг нахожу подозрительно похожий бокс, без отзывов, и гораздо дешевле оригинала. И почти без брендинга. Без брендинга характеристики на большей части фото товара бренд был затерт, но не везде, но окей решил я и написал продавцу. Продавец ответил, что бокс в наличии. Но на просьбу выслать реальные фото отморозился, что все фото есть в карточке товара. Хорошо, подумал я и заказал его. Доставка до Подмосковья на удивление быстро и заказал 16 ферваля, а забирал его 27 ферваля. Приехало все просто в пакетике, внутри пакета фирменная коробка. Немного фотораспаковки. Коробка была в суперобложке и выдвигалась из нее вниз или вверх. Но почему-то не было фирменного штрих-кода, под который оставлено место, но зато была голографическая наклейка защита от подделки. Внутри картонный вкладыш с гарантией. Вскрываем дальше. Вот полное содержимое коробки. Два кабеля USB Type 100, Type 100 и Type 100, Type A2 винтика для крепления SSD. Везде в пакетике силиконовая прокладка на SSD липучка для хранения проводов, тряпичный чехол, с затяжками отвертка для вскрытия бокса и сам бокс. Вес бокса 145 грамм, почти чистого алюминия. Фото с разных сторон. Берем комплектную отвертку и вскрываем бокс, для этого надо открутить 4 болтика, по 2-м 2-10 сторон. Видим оригинальные контакты Pogo Pins, как в настоящем иное судя по фото и обзорам на YouTube, подпружиненное для передачи электричества на вентилятор на верхней крышке бокса, хотя у продавца было другое фото. После этого сомнения, настоящие ли это иное, почти ушли. В бокс можно вставить SSD разных размеров, но только PSY, SATA 1002 не поддерживаются. Вставляем SSD, наклеиваем силиконовую прокладку, не забываем снять с нее пленку с 2-х 10 сторон. И закрываем и завинчиваем бокс. Подключаем к компьютеру, 10К находит новое устройство. Инициализируем и форматируем новый диск, проверяем переключатель блокировки записи, рядом с USB портом. Работает. Радуемся, заливаем на бокс вентой. Поставил в бокс недорогой SSD 1002 Digma Metal G2 на 1 терабайт. Радуемся еще раз, проверяем работу. Все работает отлично, быстро и приятно. Тестов на скорость не будет, так как у моей матери USB порты медленнее, чем может выдать бокс. Но это все равно быстрее, чем SATA с SSDs оказалось не очень горячей, ни Samsung, не смог разогреть его настолько, чтобы включился вентилятор, хотя закидывал на бокс 2-ру терабайт информацию. Буду брать плату с USB 3.2 на PSY, тогда можно будет замерить скорость нормально. Бокс вроде поддерживает команду Trim, но в возможностях ее нет. Термодатчик, похоже, не работает. Цифры меняются, но в пределах 2-310 градусов. Возможно бокс не передает эти данные. Мой первый обзор здесь, если что забыл, пишите в комменты. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Продолжение следует...